Всем здравствуйте! Три дня меня не было, приехала, а тут все сильнее распустилось, зацвело. Красота такая! Яркие такие окраски! Начинает зацветать моя плетистая роза. А горец, вот он у меня. Каждый раз я его обрезаю, ограничиваю, и посмотрите, во все стороны плети. Если его не обрезать, я вообще не знаю, что это будет. Это будет какой-то ужас. Сейчас я эти все плети, которые лишние, пообрежу, некоторые направлю в правильную сторону. Подстригла горец, сделала ему модельную стрижку, а то после того, как я опустила поверх горца плетистую розу, они стали соперничать с друг другом, кто из них главный, кто в доме хозяин. И поэтому горец забивает розу, а роза наоборот старается закрыть горец. вот сколько я обрезала. Вот так его стригу, наверное, пару раз в неделю, и он тут же отрастает. Вот моя красотка распустилась, нежная такая. Вот эта роза у меня самая любимая. Не знаю, как она называется, какой у нее сорт, но она очень нежная и красиво цветет. Под клубнику мы уже подложили сухую траву. Мы всегда так делаем. Вот эта вот трава, что косим триммером, она чуть подсохнет, и мы подложиваем ее под клубнику. Так она всегда сухая, не портится. Вот посмотрите, за эти дни клубничка уже созрела. И же малина уже зацвела. Вот эта виолка у меня молоденькая. В этом году я их только посадила весною. Выращивала рассадой и весною высадила.